Для получения аттестата выпускникам необходимы только результаты двух обязательных экзаменов по русскому языку и по математике. Два экзамена, которые школьники сдают по выбору, пока нужны только для поступления в ВУЗ. Со следующего года эти результаты будут учитываться при получении аттестата. В целом в Рязанской области в государственной итоговой аттестации и сдаче единого государственного экзамена примут более 870 девятиклассников и более 5150 человек заявились на участие в едином государственном экзамене. Из них 4406 – это выпускники 11 классов текущего года. Второй год математику сдают на двух уровнях – базовый и профильный. Стоит учитывать, что для получения аттестата достаточно набрать 27 баллов на базовом уровне. А вот чтобы поступить в ВУЗ, придется сдавать профильный уровень. Нижний порог по русскому языку установился на отметке 24 балла. В этом году по 7 из 14 предметов будет исключена тестовая часть. То есть это вопросы с выбором ответов. Вы знаете, что основная критика противников единого государственного экзамена была связана именно с этой частью контрольно-измерительных материалов. Всего ЕГЭ сдается по 14 предметам. В Рязанской области выбрано 13 предметов. Никто из выпускников не остановил свой выбор на испанском языке. При этом тем, кто сдает другие иностранные языки, предоставлена возможность сдавать или не сдавать устную часть. Самым популярным по выбору в этом году экзаменом стало общество знания. В настоящее время в области проведена вся подготовительная работа для обеспечения проведения единого государственного экзамена. Вы знаете, что при правительстве Рязанской области создана межведомственная комиссия, в состав которой входят представители центральных органов исполнительной власти, федеральных управлений МВД, МЧС, которые обеспечивают порядок при проведении единого государственного экзамена. Все пункты оборудованы системой видеонаблюдения. В режиме онлайн за детьми смогут наблюдать родители на протяжении всего экзамена. Камеры покажут и то, как будут печатать бланки тестов. В этом году впервые это произойдет прямо перед экзаменом в присутствии школьников. В эксперименте пока участвуют пять рязанских пунктов. Очевидно, что с каждым годом система все надежнее защищает от списывания.